Все профильные службы Самары включились в уборку города после первого и довольно продолжительного снегопада. Снежные осадки начались вечером 4 ноября и продолжались более суток. По данным синоптиков, выпало 5,8 мм. К погодным изменениям готовились заранее. В том числе во всеоружии были муниципальное предприятие благоустройства и подрядная организация ЭКОМЕТ. В зоне их ответственности содержание уличной дорожной сети города. Поэтому подрядчики незамедлительно вывели технику, которая в круглосуточном режиме убирает снег с проезжих частей тротуаров. Повышенное внимание уделили основным дорогам, к которым пролегают маршруты общественного транспорта, сбоев в работе которого не допущено. По поручению исполняющего обязанности главы Самары Ивана Носкова, в первую очередь обеспечена расчистка подходов и подъездов к школам, детским садам и учреждениям здравоохранения. Также очищали остановочные площадки. Помимо этого работы были организованы на подходах к пешеходным переходам и в их периметрах на лестничных маршах, мостах и путепроводах. В целом задействовали порядка 179 единиц техники. Минувшей ночью из всего количества выведенных на участки обслуживания машин 49 дорожные комбинированные, которые не только очищают улицы, но и обрабатывают город противогололедными материалами. Кроме механизированной уборки, во всех районах города очистку организовали и вручную. Минувшей ночью трудили 75 дорожных рабочих, днем их количество нарастили до 249 человек. Первоочередные задачи обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары. Акцентируя внимание на оперативности и качестве работ, профильным службам напомнили, нужно позаботиться и о том, чтобы после внесения реагентов не было снежной каши. Техника и предприятия, которые занимаются содержанием дорог, готовы были к этой ситуации. После 23.00 началась обработка противогололедными материалами основных дорог города. И где-то с 4 утра началось прометание и вторичная обработка. Все находится под контролем. У нас сейчас основная задача, которая сегодня поставлена и озвучена, это подготовка, прежде всего, площади Куйбышева. Послезавтра у нас знаковое мероприятие, парад памяти будет, поэтому подготовка территории вокруг площади Куйбышева и на самой площади Куйбышева. Знаковых мест, где будут посещать гости и жители города, наши общественные пространства. Но прежде всего, это Сфрукский сад, естественно, набережная. Они сейчас под особым контролем. Еще одна важная задача – своевременная обработка противогололедными материалами. Это особенно важно в условиях, когда днем температуры близки к нулевым значениям, а ночью подмерзает. За сутки израсходовали 413,5 тонн галита и 137,5 тонн песчано-соляной смеси. Запас реагента имеется еще с прошлого года. Кроме того, уже идут новые поставки. Более 80 ящиков и бочек с песком и песко-солью расставлены по городу, чтобы автомобилисты могли самостоятельно воспользоваться реагентами и преодолеть участки со сложным рельефом подъемами. При необходимости на помощь придут тягачи. На всякий случай в этом году организовано дежурство тяжелых погрузчиков. Если в каких-то ситуациях на подъемах будут грузовики у нас буксовать, для того, чтобы их вытаскивать. Раньше мы этого не делали. Сейчас мы одну единицу техники, как минимум, по району оставляем на то, чтобы технику вытаскивать и не создавать пробки. Для уборки предприятия используют как собственную технику и рабочих, так и привлеченных по договорам со сторонними организациями. Об этом тоже позаботились заранее. Наши работники распределены. Часть на остановках общественного транспорта, плюс пешеходные переходы заодно убираются вместе с радиусами. Механизированная уборка идет при лотковой части дорог и тротуару. Все это механизировано. Подметается, убирается. Техники достаточно. Я сегодня был приятно удивлен. Работали. Службы дорожные неплохо. Числили тротуары и остановки. Так что я считаю, сработали неплохо. Обычно в ночь минусовая температура. Я думаю, должно сейчас в ночь подморозить. Будет гололед. Так что надо днем обязательно очиститься. Кроме того, управляющие компании ТСЖ, ТСН и ЖСК ведут расчистку входных групп подъездов придомовых территорий. Главы районов по итогу ликвидации последствий снегопада подготовят отчет. Для максимально оперативной расчистки после интенсивных снегопадов в департамент горхозяйства совместно с подрядчиками традиционно запускают автопоезд. К такой очистке тоже готовы. Заранее была достигнута договоренность о том, что колонну спецтехники будут сопровождать машины госавтоинспекции. Автомобилистов призывают быть внимательными, не совершать резких маневров и соблюдать скоростной режим. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.